Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня». С вами я, Елена Косолапова. Развитие ненефтяного сектора на сегодняшний день является приоритетом экономической политики Азербайджана. В последние годы темпы в этой сфере заметно превышали рост нефтегазовой промышленности. По прогнозам Министерства экономики, уже в 2026 году доля ненефтяного сектора в ВВП страны увеличится до 78%. В сегодняшней передаче мы будем говорить о том, какую роль в этом процессе будут играть освобожденные территории Азербайджана и какие виды промышленности имеют наилучшие перспективы в этом регионе. У нас в студии Лейла Аллахвердьева, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии естественных наук Российской Федерации. Лейла Ханум, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте! Большое спасибо, что нашли время за ваш визит в Баку к нам прийти, ответить на наши вопросы. Лейла Ханум, как я уже сказала, приоритетом сейчас для нашей страны является развитие ненефтяного сектора. На ваш взгляд, почему такое решение было принято? Вообще, почему для нефтяной страны, для газовой страны, какой является Азербайджан, важно развивать также ненефтяной сектор? И какие проблемы в перспективе это поможет решить, на ваш взгляд? Прежде всего, хотелось бы сказать, что, конечно, сейчас в главу ГУЛА поставлено экономическое развитие освободенных территорий, таких как Карабахский район, прежде всего, в первую очередь, Восточно-Зангизорский район. А так как там не добывают нефть, их надо восстанавливать, и они были традиционно больше существовали в аграрном секторе, в строительной сфере, в агропромышленном секторе, животноводство. То есть там есть такие направления жизнедеятельности этого региона, которые не связаны с нефтедобывающей отраслью, но тем не менее, которые не менее важны для нашей страны, и поэтому их постепенная интеграция в экономическую жизнь Азербайджана будет иметь очень большое значение, стратегическое. Вот как вы отметили, нефть там не добывали, не добывают, там развивались всегда другие сферы экономики, не нефтяная экономика. Как вы считаете, вот то, что сейчас эти земли вернулись, наконец, обратно Азербайджану, уже два года мы отмечаем с дня этой прекрасной даты, как это поможет достижению вот этой цели, которая была поставлена, развитие не нефтяного сектора? Ну, я считаю, что за два года проделана очень большая работа, и не зря во главу угла президентом была поставлена задача экономического, стратегического развития Азербайджана, и в частности по этим освобожденным землям, с 1922 по 1926 год, и там, значит, конечно, приоритетными были направления именно те отрасли, которые из поклон веков были присущи для этих регионов, ведь эти регионы обладают огромным потенциалом в плане и запасов природных ископаемых, и в плане того, что это центры, может быть, и агропромышленных комплексов, и того, что в этих районах всегда проживало очень много населения. Сейчас, правда, вот я, конечно, не собиралась говорить про демографические прогнозы, я прочитала о том, что по экспертным данным порядка 600 тысяч ожидается увеличение населения этих регионов, то есть туда вернутся те люди, которые из поклон веков там, ну не из поклон веков, а их, наверное, потомки, которые там проживали, и, конечно, для них надо создавать и рабочие места, и необходимые условия для существования, жилые дома, детские сады, школы. Можно себе представить, какой огромный круг вопросов, уменьшенных проблем стоит сейчас перед правительством, которое берет на себя ответственность за будущее этих людей, за эти земли, и во всей, перед всем азербайджанским народом. Галила Ханум, вот вы упомянули то, что эти регионы богаты полезными ископаемыми. Хотелось бы подробнее про это поговорить. В принципе, до оккупации там добывалось и золото, и медь, и другие металлы, и строительные камни добывались. В принципе, в период оккупации это тоже там продолжалось, но это велось все незаконно, отсталыми методами, которые вредят экологии. Ну вот сейчас, когда Азербайджан вернул свои земли, как вы считаете, какие полезные ископаемые мы сможем добывать в новых реалиях, в новой истории? Ну, как говорится, не надо изобретать велосипед, потому что и так понятно, что там добывалось, и все, что есть в залежах этой богатейшей земли, то и мы и будем продолжать. Да, действительно, за годы оккупации очень многие, что принадлежит непосредственно Азербайджану, в нашей стране, было незаконно добыто и продано, и много было произведено и сельскохозяйственной продукции с использованием нашего сырья. Мы знаем, я лично в Москве видела, извините, на полках стояли вины, изготовленные, например, в Агдаме или в Борде, а на полках стояло место происхождения Армении. Мне было очень горько и обидно смотреть на это. Сейчас, слава Богу, это все позади, что по поводу полезных ископаемых, я сегодня сделала для себя выписки. Пять месторождений золота только есть на этих землях, два месторождения ртути, два месторождения меди, 18 месторождений облицованных камней. Представляете, как можно развивать строительную промышленность и вообще строительство новых домов, если там есть 12 месторождений облицованных камней, я слышала, что совершенно уникальные камни, которые, не знаю, там по редкости и по своему составу просто превосходят самые лучшие европейские камни, которые есть, вообще существуют. Такие приводили примеры, что я очень надеюсь, что скоро своими глазами увижу, как дома будут облицованы этими, наверное, роскошными камнями. Мы сможем любоваться на них и ощущать все прелести того, что эти земли возвращены, и теперь происходит возрождение всего того, что принадлежит Азербайджану. Да, я уверена, что так оно и будет. Лейла Ханум, еще один вопрос к вам будет. Мы сейчас видим, что в Азербайджане очень быстро развивается перерабатывающая промышленность. Я думаю, что это очень важно делать, потому что это продукция с добавленной стоимостью, это более дорогая продукция. А если говорить про освобожденные территории Азербайджана, какие виды перерабатывающей промышленности, на ваш взгляд, там можно развивать и какие будут развиваться? По поводу перерабатывающей промышленности, конечно, перерабатывать нужно все, что на этой земле производится. Это, конечно, и прежде всего агрокультурные производства, где, например, если богатейшие сады, в которых цветут прекрасные фрукты, овощи, и можно их перерабатывать и делать из них консервы, соки, то, что поступит на прилавки наших магазинов. И, конечно, это очень большой запас всевозможного сырья, который есть на территории освобожденных районов наших. Я думаю, прежде всего, я вот сейчас уже упоминала и про эти камни, ну, камни добывать одно, а другое дело уже их разрезать, обрабатывать и делать из них плиты, кирпичи, то, что потом можно будет использовать в строительстве. И, конечно, это и пищевая промышленность, которая будет целиком задействована, потому что все, что растет и все, что есть на поверхности, все подвергается переработке для того, чтобы это было уже, имело товарный вид и можно было использовать в производстве. Алилахан, вот продолжая тему перерабатывающей промышленности, только вчера на передаче мы обсуждали то, что эти освобожденные территории обладают очень плодородными землями, там хорошие климатические условия, хорошая обеспеченность водой, и, соответственно, можно успешно развивать сельское хозяйство, животноводство. Но важно не только вырастить здесь, важно еще и переработать, упаковать и довести до потребителя. Как вы считаете, вот если говорить про продовольственный сектор, про сельское хозяйство, какие перерабатывающие предприятия здесь будут нужны? Ну, прежде всего для животноводчества, потому что, конечно, традиционно этот регион всегда отличался тем, что здесь всегда успешно развивалась животноводческая культура, и вот в первую очередь необходимость. Особое слово хочется сказать по поводу запасов родниковой воды, совершенно уникальные родниковые воды, которые есть на территории, и вы представляете, как можно ними обеспечить. И даже что по составу, они превосходят, не знаю, то, что есть признанное, имеет бренд в соседних республиках. А если их промышленным образом, ну, мы же не будем просто из родников продавать воду, значит, необходимо, что специальная тара, обработка. Вот, по-моему, три или четыре месторождения какой-то уникальных запасов воды. Я там видела, слышала, что можно это продолжить. По поводу садов цветущих я уже говорила. Ну, и нельзя не сказать, конечно, в этой связи и про запасы зерновых культур. Там можно это... А, молочная продукция. Молочная продукция тоже всегда была ключевым сектором в пищевой промышленности этого региона. И я думаю, что очень большие резервы хранятся также и в переработке, значит, молочного сырья, потому что, как говорится, там уже сейчас, на сегодняшний день, несмотря на то, что большая часть территории еще не разминирована, но уже сейчас пасутся овцы, там, козы, коровы. И можно представить себе, какой огромный потенциал в плане молочного сырья, молочных продуктов есть. Надеюсь, наставят время, и мы будем покупать не только ивановскую продукцию в магазинах, но и то, что будет произведено в Карабахе, в этих землях. Лейлахану, ну вот вы, когда говорите, вы достаточно часто вспоминаете то, что было до оккупации в этом регионе, какие сферы промышленности, вообще сферы экономики развивались на территории, которая потом была оккупирована. Но насколько вот этот опыт сейчас важен, актуален? Вообще, стоит ли его учитывать при планировании экономики этого региона? Или все-таки 30 лет прошло, мир изменился? Соответственно, возможно, сейчас какие-то другие приоритеты, другие сферы будут более важны и нужны? Ой, вы совершенно справедливо отметили, что, конечно, нельзя стоять на одном уровне. Все время течет, все меняется. И сейчас во главе угла поставлено развитие зеленой энергетики, которая тоже, этот край обладает огромными запасами, потому что там можно строить и, ну сейчас уже и строятся, вместе, совместно с иностранными партнерами, и ветряные мельницы, и солнечные электростанции, и очень много запасов биоматериалов, биосырья, которые при переработке, при переработке эти отходы могут быть использованы, например, при подогреве жилья, например, да, при сжигании не дают тепло. Это все зеленая экономика, которая сейчас во всем мире является очень востребованной, и думаю, что в этом регионе огромные резервы краятся именно в этой области. А вот по поводу резервов, по поводу потенциала в сфере возобновляемой энергетики, какие направления в первую очередь, вообще, насколько высоко оценивается потенциал этого региона? Ну, судя по тому, что уже имеются инвестиции, и со стороны не только внутренней инвестиций, и иностранных партнеров, мы сейчас уже строим совместную и солнечную электростанцию, нашими партнерами являются и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, Турция. Они уже и готовы вкладываться, и вкладываются, мы уже строим вот такие предприятия. Но этим будущее, конечно, прежде всего. А еще запасы пресной воды. Считается, что порядка 20% воды находится на территории Карабаха. То есть это же еще и строительство новых гидроэлектростанций. Их очень много было и до того, как они были освобождены. Но вы знаете, что последствия войны, при том, что многие взорвали, привели негодное существование, а сейчас будут строить, но уже строить не так, как это строили в советское время, а уже в соответствии с требованиями современного времени, с использованием самых высочайших технологий, которые позволят и экономить, и внедрять самые передовые методы. А вот то, что есть такой большой потенциал в сфере возобновляемых источников энергии, как это в целом поможет развитию промышленности? Ведь промышленность, она потребляет много электроэнергии. Ну, соответственно, нужны электростанции. Если у нас такой план действий, достаточно многообещающий, построить там целый ряд новых электростанций, восстановить те, которые были, как вы считаете, в дальнейшем, может ли этот регион полностью себя обеспечить электроэнергией для того, чтобы и другие сферы промышленности развивались? Знаете, я сейчас вспомнила, с чего начинается экономикс, что там в мире много проблем, но прежде всего самая главная проблема в современном мире – это ограниченность ресурсов. Но, к сожалению, все запасы электроэнергии, будь то там газ, нефть, запасы патевоиды, они все ограничены. А если говорить о солнце или о ветре, они будут и были всегда, и поэтому, конечно, здесь огромные резервы. И как бы мы не использовали их, наверное, всегда будет в этом мире светить солнце нам, и дуть ветры, из которых будут создаваться вот эти возобновляемые источники энергии, и которые можно будет использовать на благо этого благословенного края. А вообще генерация электроэнергии сама по себе, как вид промышленности, насколько это перспективно? Мы видим, что сейчас потребность в электроэнергии растет во всему миру, наблюдается энергокризис. В дальнейшем то, что мы строим, такие электростанции. Это поможет нам дополнительно получить какой-то доход? Ну, конечно, безусловно. За этим будущее. Если сейчас их не строить, если во всем мире, сейчас весь мир на грани какой-то, можно сказать, энергетической катастрофы. Все уже думают, тем обогревать дома, что не будет света, тепла, переходят на какие-то технологии экономные. А на этой земле столько запасов и за этим лежит будущее. Если есть эти запасы, почему и сейчас не использовать во благо человека. И, конечно, это все требует инвестиций. Вся эта инфраструктура, чтобы ее создавать, необходимы вложения. И со стороны государства, и, конечно, желательно, со стороны наших иностранных инвесторов. Мне кажется, на сегодняшний день все в мире поняли, насколько перспективно и потенциально вот это направление. И у нас есть очень много партнеров зарубежных, которые готовы в свои средства вкладывать в экономику Азербайджана для получения соответствующей выгоды, пользы. Ну и, понятное дело, что и доходов. А вот вы упомянули по поводу иностранных инвесторов, иностранных партнеров. Вообще, насколько важно их привлекать в этот регион? Что это может дать Азербайджану? Что мы в первую очередь ждем от иностранных партнеров? Ну, если на первом этапе в планах стратегического развития Азербайджана стояла прежде всего инвестиции за счет, внутренних инвестиций за счет государственных средств, то на последующем этапе, естественно, безусловно, нам понадобится помощь иностранных партнеров. Потому что настолько, во-первых, велики объемы того, что нужно воссоздавать, модернизировать, и потом это же очень перспективно. Они готовы и хотят. Мы уже сотрудничаем с Италией, с Германией, Великобританией, которые вот нам и помогают с разминированием территории, создают у них там какие-то совершенно уникальные технологии. Я знаю о том, насколько это проблематично сейчас. Для того, чтобы вернулись переселенцы, нужно прежде всего же эти территории очистить, а кто тут нам поможет. Я понимаю, что страна обладает огромным потенциалом, в том числе военным, и может сама с этим справиться. Но если иностранные партнеры и хотят вкладывать, и видят в этом будущее, то, по-моему, конечно, что и происходит на сегодняшний день. Повышение вот этой инвестиционной привлекательности для иностранных партнеров. Ну, очевидно, одни хотят, потому что заявок получено уже очень много. Конечно. Но из них просто сейчас уже Азербайджан выбирает, выбирает самые лучшие компании, самые опытные компании, самые компании, которые обладают самыми лучшими технологиями передовыми. Еще один вопрос к вам будет по поводу создания промышленных парков. На освобожденных территориях уже создано два таких парка. Это экономическая зона Арасской долины и Агдамский промышленный парк. Вот если говорить про промышленные парки в целом, как они помогают развитию промышленности? Вообще, что предполагает промышленный парк? Ну, само по себе определение промышленный парк предполагает объединение каких-то производственных предприятий для того, чтобы создавать какие-то новые виды инновационной продукции, для того, чтобы обрабатывать какое-то сырье, материалы. И у нас очень много вообще на территории Азербайджана этих, возьмем, например, Сумгаицкий технологический промышленный парк, химической промышленности. Ну, вот что по поводу Карабаха, да, сейчас, конечно, вот вы упомянули два, но мы знаем, что таких нужно не два, а в разы больше для того, чтобы поднять на нужный уровень промышленности в этих регионах. И я думаю, что не так быстро. Это инвестиции, я уже говорила, это огромные инвестиции, которые требуют, и они не будут как бы окуплены сразу. Все понимают о том, что все эти инвестиции, они долгосрочные. Ну, не через, ну, может быть, через 5-10 лет, когда будет уже окупаемость этих вложенных средств, а на настоящее время, учитывая создавшуюся ситуацию, конечно, нужно будет вкладывать, вкладывать и вкладывать. Вот еще раз говорю в этом плане, что помощь иностранных инвесторов просто необходима для того, чтобы этот процесс ускорить и поднять на нужный уровень. Ну и потом строительство инфраструктуры. Всего много. А без инфраструктуры, как можно это будет? Те же промышленные парки. Если хорошо налажена транспортная сеть, если можно будет все это создавать с большим вложением и развитием инфраструктуры, в том числе транспортной, то это гораздо в разы ускорит вот эти процессы. Ну, в принципе, инфраструктура создается очень быстрыми темпами. Уже сотни километров дорог построены, уже два аэропорта сданы. И эта работа продолжается в этом направлении. Поразительно, чтобы за 8 месяцев, например, Зенгеландский аэропорт, чтобы за 8 месяцев открыть вот такого уровня международный аэропорт, который, ну, я уже не говорю по-физуалистски, который соответствует всем международным нормам. Ну, это просто фантастика, что происходит. И я думаю, что вот эти коридоры, которые сейчас, опять-таки, поставлены во главе угла, что создать этот Зенгизурский транспортный коридор, все это, конечно, очень большое значение будет иметь для освоения этого региона и для его интеграции в экономическую жизнь страны. Лейлаханов, я вот к вам как к человеку, который давно живет и работает в России, хочу обратиться, вот по поводу сотрудничества с Россией для восстановления освобожденных территорий. Как вы считаете, в каких сферах здесь перспективное сотрудничество вообще, чем Россия может помочь? Ну, прежде всего, строительство гидроэлектростанций. Самый богатый опыт, все-таки, я считаю, у России в этой области, правильно? А если там, конечно, есть и другие сферы, но когда мы говорим об помощи России, мы говорим, прежде всего, имеем в виду, конечно, это огромный потенциал, опыт, знания, специалисты, подготовка, в конце концов, именно в области строительства всяких энергетических сооружений, электростанций, ну, тех же автомобильных дорог, тоже большие есть заделы у этой страны, в которой я, да, действительно, я очень много лет проживаю в России, являюсь гражданкой России, но как урожденная бакинка, в душе все равно говорят, что нет бывших бакинок, все равно для меня, моя земля, это для меня святое слово, Родина моя. Ну, рады вас видеть здесь. Добро пожаловать на Родину. А вот мы много говорили о том, что очень много сфер можно там развивать, и промышленность, и сельское хозяйство, и производство электроэнергии, и, соответственно, для развития всех этих отраслей понадобятся люди. Вот как вы считаете, восстановление освобожденных территорий, как повлияет на создание рабочих мест в Азербайджане, вообще, как много рабочих мест в результате будет создано? Вот смотрите, здесь такой замкнутый круг, да? Для того, чтобы люди вернулись, и для того, чтобы там жили, необходимо, конечно, создавать рабочие места. Для того, чтобы создавать рабочие места, необходима соответствующая инфраструктура. Там жилые дома, например, там детские сады, школы, не знаю, там. Все-все-все это связано. Вот поэтому как бы началось, но очень отрадно отметить, что как бы все осознали о том, что необходимо начинать со строительства, вот на пустом месте, например, «Умное село». Очень много об этом говорят, ну, может быть, я сейчас опять повторюсь, что может быть нет. С чего начинается, например, сразу раз закладывается, пять компонентов, 200 домов. 200 домов, можете представить, какое количество жителей туда вернется, да? А это же все как бы они в будущем будут занимать рабочие места. То есть они где-то должны работать, дети должны куда-то ходить в школу, где-то учиться, где-то они должны обедать, ужинать, развлекаться. У нас традиционная как бы страна, которая обладает, в отличие от европейских стран, а каких-то других стран, страна, у которой есть традиции многодетности. И люди семейные все-таки, очень сильные семейные традиции. А про рабочие места, да, есть разные экспертные оценки, потому что ожидать в будущем от создания новых рабочих мест. Я уже говорила, что есть такие прогнозные расчеты, которые говорят, что за ближайшие годы только 600 тысяч жителей приедет, вернуться на свою историческую родину и будут работать. И уже возвращаются, и с удовольствием возвращаются. На примере Агалай-1, Агалай-2, Агалай-3, они уже практически, все люди, которые хотят там проживать, они уже забили все места, приезжают, трудятся, и что говорить. При такой постановке дела, конечно, ведь, смотрите, не восстанавливают же старые дома, а строят совершенно новые. Там особо и восстанавливать нечего, там просто руины остались. Ну, когда все с нового, ну, как вот это все, умный город, умное село, это гораздо будет более эффективнее, чем все-таки восстанавливать старое, да, на пустом месте, но зато это уже будет то, что сделает нашу страну, конечно, я не знаю, там, не буду сравнивать, конечно, с Дубаем, с чем-то там, но я думаю, что это позволит стране во многом опередить другие страны, это такое сказать. Было в свое время, помните, какое чудо азиатского тигра, когда страны после распада колониальной системы получили там активное развитие и смогли добиться огромных успехов. Там говорили о Малайзии, о Филиппинах, ну, конечно, прежде всего о Корее, там, многие страны, которые были где-то поддатками колониальной системы, вдруг они, значит, вот сейчас в данном случае тоже пойдет речь о том, что произойдет какое-то чудо, и Карабах, ну, район, станет вот своего рода таким карабахским тигром, который сможет, вот, прыгнуть и занять свое господствующее положение. Ну, все предпосылки для этого есть. Я тоже так думаю. Дейлаханова, вот вы упомянули умное село, Галы, в целом умное село, умный город, как вы считаете, в чем его преимущество? Вообще, почему это более эффективно, как вы сказали, строить именно умный дом, умное село, чем обычный дом, обычное село? Ну, это, конечно, высокоэффективные технологии, ну, это просто поразительно. Я, ну, сама, конечно, не проживаю еще в умном доме, но очень много, что, например, использую на примере, да, там, например, это, как она называется, лампочка Яндекса, которой, ты там говоришь, она зажигается разным светом, холодильник, который там может заполняться, и это, ну, об этом только еще можно мечтать, как бы, из области фантастики, а вот эти уже будут создаваться такие территории, где это уже будет во всю работать, и умное село, и умный город, и то, что будет использована эти высокотехничные технологии, во-первых, позволит, ну, как там, управление через космос, через космос можно видеть, где нужно что сеять, где нужно что собирать, где нужно строить дома, не так, чтобы там, по каким-то расчетам, сметам, понимаете, какой в этом огромный потенциал, и совершенно невиданный размах, ну, приведет к тому, что вот использование вот этих технологий по всему Карабаху, даже тем землям, которые сейчас еще, ну, в силу естественных причин, как уже и президент отметил, да, какое количество мин заложено на территории, сколько людей погибает, конечно, эти вопросы пока не решат, строительство умных городов и сел немножко задерживается, но там, где уже это расчищено, конечно, с пустого места, с пустого места, это, как еще в Библии сказано, нельзя мехи новые вливать, вино молодое вливать, мехи старые, потому что и вино пропадет, и мехи порвутся, в данном случае, наверное, это та история библейская, что все новое нужно и по-новому делать. Лила Ханом, а как вы считаете, по поводу развития легкой промышленности, есть ли перспективы на освобожденных территориях, допустим, производства одежды, производства хлопковых тканей? Очень большие перспективы, забылось как раз это отметить, что строительство трикотажных фабрик, это тоже является одним из приоритетных направлений для освобожденных территорий. Они там традиционные были, их, конечно, уничтожили, но сейчас настало время, когда это возродить. Я очень много читала о том, что большой потенциал заключается, вот, по-моему, замминистра труда уже выступил, говорил о том, что самозанятость, значит, какое-то кустарное производство, там, пошивы индивидуальной одежды, каких-то там национальных, традиционных, там, не знаю, средств, одеяний, очень большой потенциал, потому что, ну, смотрите, овцы, традиционно, из них шили шапки, там, какие-то папахи, из них делали одеяло, это же все в огромном количестве, там же какие-то пастбище богатейшие, да, и все вместе, это не только вот для легкой промышленности, но и в плане для надомного труда, для самозанятости, пока еще не созданы какие-то инфраструктуры, где есть средства приложения труда, люди смогут найти себе и там возможность заработать. Тем более, я не знаю, как по законодательству сейчас Азербайджан является надомный труд, как бы официальной сферой занятости. Относится ли он как? Ну, вот в России сейчас принят закон о том, что надомный труд, платишь налог, и ты являешься самозанятым. Может быть, скоро законодательство? Ну, можно открыть, стать частым предпринимателем и, соответственно, оказывать услуги. Так возможно. Оказывать услуги, допустим, домработницы или услуги няни, пожалуйста. Так тоже можно в Азербайджане. А, ну, я думаю, что законодательство в Азербайджане, оно приближается и соответствует международным нормам, поэтому занятость вот в этой сфере, она также является занятостью. А участие в этом труде позволяет человеку не быть безработным, как ни грустно звучит это слово, потому что безработное, это, конечно, какое-то, какое-то ущемленное название, да, в этом слове есть. И последний вопрос у меня будет к вам, так как времени осталось мало, прошу ответить очень кратко, буквально там пару предложений. Вообще, реинтеграция освобожденных территорий, как повлияет на экономику Азербайджана? Ой, это даст такой импульс для экономики Азербайджана. Я думаю, что, ну, есть такие прогнозные расчеты, мало ли, что я могу думать, но то, что валовый внутренний продукт по прогнозным данным возрастет в разы до трех с половиной раз, что это вот даст то стране, но опять-таки, конечно, не сразу, конечно, пока все это возродится, пройдет время, когда все это заработает, как слаженный механизм, но это обязательно заработает и будет. Это огромный потенциал для Азербайджана, вот эти освобожденные территории, и которые займут свое достойное место в экономике Азербайджана. Спасибо большое, Лейла Ханун, за интересную беседу, что пришли к нам в студию. Напомню, что вы смотрели передачу «Экономика дня», с вами была Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о возрождении промышленности на освобожденных территориях Азербайджана и о том, какой вклад эти территории внесут в развитие ненефтяного сектора страны. Беседовала я с Лейлой Аллахвердиевой, доктором экономических наук, членом-корреспондентом Академии естественных наук Российской Федерации. На этом я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин